Я смотрел фильм художественный «Шингисхан». Был такой, кажется, одна-две серии, а это многосерийный, где-то, наверное, 28 серий. Ну, научиться можно кое-чему, научиться благодаря рассуждениям, а не воинам. Как управлять? Правительство тоже, наверное, фильмы такое смотрят. Забоевывать, сказать, можно, но как удержать-то? Не удивляйся тому, что по 12-ю рушится. Нельзя. Монах Гаутом все учил его. Нет ничего вечного. Он думал, 300 лет прожить. А когда монах приехал, он говорит, а ты 300 лет жил, говорят. Он говорит, 73. Мне вот 74. А его называют то ли бессмертным, то ли вечным монахом. Он разрушил все представления об этом. Счерка 66 лет прожил в «Шингисхан». Имя-то даже не его. Это воеватель, воевал, а между сыновьями нет мира. И убивает одного другого. Там внук погибает, и сердце у него схватывает. Ну, можно пользу такую иметь от этого фильма. Не делать этого, от обратного. И рассуждать, как поступать справедливо. Вот даже из захватчиков сумели показать такой образ, как из Сталина. В свое время лепили такую фигуру. Там неподражаемо ангелы, такие святые не бывают. Или Ленина. Но на самом деле, говорят, как говорят, черт в мундире. Больше ничего нет. Убийцы. Демоническая свирепость. Убивает секс. Это я не про «Шингиза», уже говорю про Сталина, Ленина, Гитлер. Там тоже восхваляли его. Кричали, поднимали руки. Слава ему желали. Хайль, как у меня написано. Хайль, кричат, открывшее хайло. Ну, появилось, сгинуло, ушло. Вечно только не небо, как они говорят. Они даже этого не знают, что небо тоже свернется, как свиток, и исчезнет. Вечен Бог. Вечно слава его. Вечно царство небесное. Вот к этому надо стремиться. Нигде никаких татаро-монгольских царств нет. В Монголии там один миллион на все царство. Огромная пустыня Гоби. Ничего нигде нет. Нигде это Римская империя, продержавшаяся более тысячи лет. Разная. Там какие там... Династия Цин. Династия Романовых. Династия 300 лет. Там 313. Все временно. И поэтому нужно научиться быстро расчленять по любому вопросу. Ищу временного или вечного. Первый вопрос задать. Временного или вечного. Тут же направление сразу меняется. А временное, если оно слушать для вечности. Второе. Что об этом говорит Библия. Что об этом? Конкретно нужно знать Священное Писание. Что это мне дает? О Царстве Небесном как-то говорится или нет? И третье. Что говорит моя совесть? Всегда нужно задавать вопрос. Совесть бывает и сожженная. Совесть пробужденная Богом. Когда говорят, что такое совесть, я отвечаю. Это участок души. Не душа. Участок души, через который слышится голос Божий. И четвертый вопрос всегда. Не будет ли какого вреда для ближнего? Или польза какая? И вот тогда приступаю к любому делу. Заготавливать, дрова стоят и переезжать. Вчера у нас сёстры ходили тут к соседке Гали Глушковой. Ну, полностью человек вышел на троту войны. Ничего здесь. Заботы о будущем нету. Девчонки и парень растет дерзкие-дерзкие. Просто как-то их бы собрать, отдельно поговорить. Как они думают дальше жить? Зло выборочно не бывает. Они уже кривляются там, поносят. Говорят злые слова на отца, на ближних, на знакомых. Даже здесь, перед батюшкой, они могут просто вести себя безобразно. Ничего не сделаешь. И всему этому конец. А спрашивают, а почему так случилось? За грехи родителей. За грехи родителей. Они так на кого-то жалуются. Она вызывает милицию. Ещё показалось ей, сказали, она милицию вызывает. Она замучается вызывать милицию. Потому что главные мстители ей живут в семье. Они растут. И они начнут ей такие номера выкидывать. Такое представление устроит, что она откажется жить. Если только будет живая. И так вот у Чингисхана. Что он там захватывал, то другое. А в семье такие. А потом перевороты. Потом Мамаева побоище. И всё исчезло. Как будто никогда. Советский Союз. Сколько лет было? Какая идеология? 18 миллионов людей, которые защищали идею. Это члены КПСС. Рухнуло в один день, как будто никогда не было. И сейчас даже КПРФ есть. Они не могут набрать ни голоса, ничего нет. И удивляться не надо. Почему? Всё меняется. Появляется Овен. Из воды. Из моря. За ним козёл идёт. Козёл этот будет бросаться на Овна. Персидское царство разрушится. Козёл останется. У него четыре рога. Это Александр Македонский и его царство. Это всё я думал о фильме, размышляя. Ну, не жалею, что посмотрел. Очень большие сцены поставлены. Много лошадей. Много пыли. Хорошие рассуждения. Думаешь, в это время уже на Руси было христианство. 1200-е, там какое, 20-е, 30-е годы. А ничего нет. Чего-то крестится рукой. Прям в одежде каких-то там пытаются крестить. Где они такое видели? Или это католики слева направо рукой машут. Даже я не мог определить. Но что имя Христа поминается уже там. Потому что уже тысячу лет христианству. И кончилась вот эта вся мешанина, весь этот Вавилон с мишеней. Ничем. Ничего там нет. Нам показано, строит царство внутри себя. Царство небесное. Внутри вас есть. А что это? Ну, мир, любовь, доброта, благодать Духа Святого. Вот это нужно искать. Даже такой фильм вот посмотреть, и то можно многое избрать. Вот смотри, Владимир. Там выйдет сюда, чтобы я не сделал. Вон столбы стоят, если видно там или нет на бугре. Оттуда видно было потеряевку. И мы когда учились у дедушки на Карповке, мне было так, в пятом классе, ну, было уже 11 лет. Уже большой был. Это 35 километров отсюда. 10 километров из них идти через бор. И я один оттуда шел. Один. И оттуда уже видел деревню. И тут уже бегом бежали. А туда в левом сторону, там Корчино. И вот так вот по бугру, это бугор там. И мы потуда ездили, дорога лучше. Это 15 километров. Я в школе учился. Ну, иногда бывало так, что два раза в день приходилось так, давай обратно. То есть 60 километров. Такое было время. Все на велосипедах жили. Тоже какие-то мысли были, мечты пустые. А когда познал Слово Божие, все встало на свое место. Без знания воли Божией, без Святой Библии, человек не только ни к чему не пригоден, он вообще не нужен на земле. Не нужен, Бог сметает, как листья осенние. Ветром сдуло, и никого нигде нет. У каждого дня гибнут люди. Каждый день вижу во сне, как мы ездили нынче. Вот за два года, это у нас путешествие миссионерское было пять месяцев, мы прошли 80 тысяч километров. Начиная от Германии и до Владивостока. Германия, там дальше, Австрия. Все нынче захватили. Ну, захватили. 15 государств прошли. И шесть республик южных, там, начиная с Осетии, кончая Дагестаном, Чечней. Вот. И мы просто увидели, как мы богаты, как многое нам Бог дал, что Слово Божие нас поддерживает. Сотни, если не тысячи опасностей вокруг нас были, которые мы не замечали, да и не могли осознать. Потом только доходил, это было опасно и смертельно. Но мы бы вернулись, даже машину нигде не помяли. На Форосе были, где Горбачев скрывался. Конечно, это все было по договоренности. С Копычи. ГК КЩП. Вот где он там был. То есть, мы во многих местах побывали уже известных, как Беслан, Будионовск, Кизляр. Где мы могли побыть, там оставили свой след. С Евангелием мы победно прошли. Вот дома нахожусь уже две недели, наверное, и во сне все еще поездка идет. Все спрашивают, ну а что дальше? Как этого Чингисхана? Индию захватывать? Ну, у нас нынче было только по России, а на следующий год, 2014, пройти до Португалии, Скандинавии, Прибалтики и Южная. Ну, это больше 30 государств, а мы с собой могли брать книги по 38 книг. Комплекты только на 21. И как второй раз возвращать. И получилось нынче, что мы вот прошли 15 государств. Теперь, если коснется и нам ехать, то мы совершенно свободно сможем захватить все остальное. Вон там, Шарик, а вон там не кажется тебе, что-то белое сидит около столба второго? А что там за белое может сидеть? Там вон птицы сидят, вон один на столбе, а левее маленькая. Что там белое может быть? Не белое? А я сейчас бинокль возьму, посмотрю. Тут запах заканчивается.